Первооткрыватель первого клуба Монте-Либера. Клуб теперь годовасик Туга-Серия. Был бы у нас какой-нибудь кавилибрист, мы бы цирк открыли. Виски и кофе это он, а оно это говно и Министерство образования Российской Федерации. Прокуренный, очень маленький, очень неудобный и стоил довольно больших денег. Мы даже смогли чучело сжечь, если что, возле клуба и, в принципе, никому не помешали. Да, не читал, но одобряю. Государство это норм. Налоги норм, грабить норм, видимо, убивать и насиловать тоже норм. Я не уточнял. Ты здесь свой, ты здесь среди своих, все хорошо, все здорово, все великолепно. Это было очень грустно. А если я еще много работала, то мы просто молчим, потому что у меня были от и пальцы, и язык, а у него были от и языка, все. Сколько он там примерно метра три на метр, это не единственный случай. Это не первый раз, когда люди самоорганизуются таким хитрым образом. Он, как и все самоорганизованное в рамках дня рождения клуба, родился спонтанно. В среднем мы не алкоголики. Нам ничего не хочется выставлять наружу, даже очень красивые попы. Чей-то автомобиль, собственно, проваливается тебе в середине просмотра фильма. Класс. Можно и толстенький. На толстенький неудобно, он может завалиться там влево-вправо, а вот на тоненький само то. Кто-то оставил подвешенный суп от Нурьи, но он прошлонедельный. За работу, товарищи! В эфире радио Монтелибера. Доброе утро, добрый день, добрый вечер всем, в зависимости от того, в какой части планеты вы нас слушаете. Сегодня в студии из маленького секретного домика, из первого клуба Монтелибера, вещаем мы в количестве четырех человек. По-моему, это уже традиционное число для МТЛ-ужинов, а именно этот вид подкаста у нас сейчас и идет. И сегодня в студии собрались, собственно, первооткрыватель первого клуба Монтелибера. Ну, он же первый, первый открыл, значит, первооткрыватель, да. П-О-ПКМ, вот, СОС. Всем привет! Уже знакомый нам лучший и первый бариста Черногории и бармен ПКМ Мия. Здравствуйте! И знакомый по подкастам знакомства, а также по другим Михаил Ефимов. Всем привет! И я, Ольга, вы меня тоже уже знаете по ряду подкастов. Всем чао, всем привет! Начинаем! Собственно, тема сегодняшнего МТЛ-ужина, наверное, сложно об этом догадаться, но я все-таки скажу. Годовщина открытия первого клуба Монтелибера. Монтелибера, как ни странно, отмечали мы ее в клубе 20 марта, в понедельник, как ни странно, все нашли способ, возможность и так далее выбраться, несмотря на то, что день был рабочий и, в принципе, понедельник вообще день тяжелый. Вот. Ну и вот сегодня мы поговорим о том, как это было и как это вообще возникла такая идея. Собственно, Сос, что ты можешь сказать о том, как вообще тебе в голову пришло это все и удовлетворен ли ты результатом за год? По-моему, заставка заняла примерно половину отведенного у нас времени из 40 минут. По-моему, это отличие. Следующий вопрос. Следующий вопрос, пожалуйста, да, это как-то все сложно. Я где-то, по-моему, это уже рассказывал, по-моему, в моем личном выпуске моего знакомства. Все уже забыли. Ну, теперь уж годовщина для ради, да. Да, у нас годовщина. Клуб теперь годовасик Туга-серия. Он у нас уже бегает, вроде никуда не убежал. Под себя. Под себя бегает пока. Ввиду того, что он недвижимость. Клуб в таком состоянии, что он недвижимость. Некоторые в клубе приходят и тоже становятся недвижимостью. Нам было тесно. Началось с того, что вот мы сейчас вспоминали на нашем отмечалове, что нам было тесно. Мы собирались в Пулени, в ресторанчике пиццерии, и садились за один или даже два стола, но они огромные, с перегородкой друг от друга, и там и там сидишь битком, и тебе просто неудобно. Я думаю, еще и местные в ужасе косятся, да, такие что-то. Дети носятся там, да. Да, в общем, да, они в ужасе стригут капусту. То есть у них смешанные чувства были, я думаю, и есть. Нам было тесно, и пришло понимание, что хочется какое-то пространство, хоть какой-то гараж, в котором мы просто поставим холодильник с пивом и, не знаю, столик, на котором будем делать кофе, и нам уже будет лучше, чем сидеть битком в чужом заведении под громкую музыку. То есть я правильно понимаю, что кофе – это был основополагающий элемент клуба? То есть вот гараж, блин, и кофе. Ты плохо слушала, что ли? Началось все с холодильника, с пивом. Так я вот, подожди. Нет, пиво и кофе. Пиво ты его взял из холодильника, открыл и выпил, а кофе – это, извините, комплекс мероприятий. Имея в ресурсах роскошного бариста, грешновато этим не пользоваться. Был бы у нас какой-нибудь эквилибрист, мы бы цирк открыли. Кстати говоря, можно я тут немножко поавтоплю? Мия, а вот тебя не коробит? Не отдаёт ли сексизмом фраза «хороший бариста»? Она не склоняется. Ты можешь, точнее… Бариста не склоняется. Бариста, бариста и бариста. Нет, непреклонный бариста. Мы их склоняем, как только хотим и как только можем. Нет, мы разделяем же название профессии и конкретному представителю профессии. Мия – хорошая бариста. Вот «хорошая бариста» или «хороший бариста». Всё равно. И абстрактно, у нас есть «хороший бариста». Уже тут пол не важен и рот. Ну да. А то нет, я просто к тому, что он не волнует. То есть собака, которую ты не знаешь, директорка, знаешь, блогерка, вот эта вся история. А у меня даже века уже не дёргается, когда я слышу «редакторка» или ещё что-то. Мне как бы нормально, особенно после опыта в Болгарии или в Черногории. Так работает окно Овертона. Да-да, мы просто въехали сразу в окно с размаху. Неважно, какого пола бариста, главное, что он варит кофе. Главное, что он хороший. Что он варит кофе. Что он варит кофе, да. Хороший кофе. Что кофе варит со. Да, что кофе варит. Нет, кофе не зависит. Когда вот сам кофе варится, это кафа. А вот, да. Кафа — это когда пепельницу заваривают. Ну, короче говоря, я так поняла, гараж, да? Любое пространство, где не будет греметь музыка. Я просто про кофе, да, и что там варит со или не варит со, да. Дети запомните раз и навсегда. Может, оно готовится? Виски и кофе — это он, а оно — это говно и Министерство образования Российской Федерации. Ну вот. Почти ли. Криптивизмом пахнет, ну, с вашей стороны, стола. Ну, тем не менее, короче, гараж, я смотрю, вы зашли, ничего себе гараж. Ну, да, опять же, social network начал работать, и один из резидентов, чудесный Алекс, он один из шести Алексов резидентов, теперь уже, сегодня шестой пришел, да. Своего лендлорда сосватал, у которого, оказывается, помимо домика с квартирками, еще вот парочку домиков так вот на отшибе где-то стоят, а нам как раз отшибы интересовался. Ну, да, мы ходили по городу, искали, смотрели помещение, даже посмотрели небольшой ресторанчик, который продавался двухэтажный, помнишь? В доме, да. В доме, он, правда, был прокуренный, очень маленький, очень неудобный, и стоил довольно больших денег. Да, но зато продавался, если его купить, то все купил. А с другой стороны, там соседи. То есть здесь мы можем устроить дискотеку, рейф-вечеринку, оргию, что-то еще. Играть музыку на крыше. Играть музыку на дне рождения клуба, это праздник в какой-то момент выплеснулся за пределы, и Константин пошел готовить торт в этом, в автодоме. А в Новый год то же самое было, да? Люди вытекали, протекали через клуб, через недострой, и вот так вот окружили клуб со всех сторон. Пронизывали клуб насквозь. Мы даже смогли чучело сжечь, если что, возле клуба, и, в принципе, никому не помешали. В центре города это было бы странно сделать. Нам было периодически дискомфортно, что клуб так на отшибе. Здесь здание простояло пустым довольно долгое время, до того, как мы въехали, и местные подростки привыкли здесь тусить. Потом мы как въехали? А мы въехали, они некоторое время по инерции продолжали тусить, и надо было дождаться, когда им станет дискомфортно. Все, вроде бы наступило это время, больше им сюда не прикольно приходить, потому что мы тут часто за полночь и так далее. Нет вот этого в голове, что вот сюда заехал, тут тихонечко. Им было прикольно-то речь у нас в холодильнике кол. Да, был момент, когда прорезали проем, очередную дверь в клубе, и прямо вот на ночь остался просто с голым проемом. Они залезли и украли колы. То есть не пиво, то есть не бамбы, с колы. Вот подростки залезли и сперли чипсы и колу. В клубе в настоящий момент находится очень много всего, но из всего этого они выбрали сперлить колы чипсы. Тогда еще было мало что. А, еще было мало что. Ну, тоже было чего, при желании поворовать имена. Машинка моя стояла на машинку, так просто... Они просто не поняли, что это, зачем это и с чем это едят. Что за летающий аппарат космический стоит там. Ну, потому что черногорцы не понимают, что такое кофе. Нормально. Я понимаю, что у тебя поезд через два часа, но зачем так-то уж? Нас-то не подставляй. Нам с этим жить. Нет, секундочку. Ну, давайте посмотрим правде в глаза. В каждой культуре, это я вам как кулинарный блогер говорю, есть свои традиции, свои какие-то культурные коды. В Черногории культурный код, пришедший из Италии, они пьют пережаренное зерно, они заваривают его в том числе и то, что там во всем мире называется кофе по-турецки, что, в общем, наверное, не очень укладывается там в современный культурный код западноевропейской цивилизации. Поэтому, да, вот там, с нашей точки зрения черногорцы не умеют варить кофе. С их точки зрения они делают лучший кофе. Лучшую кафу. Лучшую кафу. Всё, что делаем мы, это всё, ну, какой-то такой бледный напиток, непонятный им. И это нормально. Я хипстотап, она придумывала. Все мы разные, да. Тыквенные латы и лавандовый раф. Наше всё. Ну, это кофейный напиток, это же не кофе даже. Вот кто о чём, а лысая кофе обязательно. Это всё, давайте, да, у нас к клубу. Да, насколько я помню, значит, на месо-пати, который был в субботу накануне дня рождения, я лично занесла первого человека, которого я занесла в члены клуба. Это был 111-й, собственно, резидент. И на самом дне рождения, так, по средним подсчётам, я так понимаю, в разное время, ну, как бы суммарно через клуб прошло человек, там, 50, может быть, и больше. Так вот вопрос. Секрет-то в чём? Что секрет? Как, вот, почему люди приходят? Ну, вот, может быть, Михаил ответит. То есть почему такая популярность? То есть заявлено было, что придёт человек, там, 20-30, да, а в итоге вот пришло больше... Люди просто ответственные и боятся в голосовании отметить, что придут, не будучи уверенными. Ну, с Михаилом-то всё понятно, у нас его паспорт, он не может отсюда уйти. Как бы был движимым, стал недвижимым. Сейчас договор просто, придётся им паспорт вернуть, и он тут же уезжает. Чёрт. Нет, ну, на самом деле, с моей точки зрения всё просто. Как я уже говорил неоднократно, любое сообщество это сообщество, в первую очередь, людей, и клуб это при всём нашем благодарственном уважении, к СОЗу и к МИИ, всё-таки клуб это не только СОЗ и не только МИИ, не только помещение, но в первую очередь это люди, и люди всегда тянутся к людям. Поэтому, когда есть повод, люди собираются. Когда повод такой серьёзный, люди собираются в серьёзном месте. Ну, то есть год к клубу. Все, кто чувствует свою причастность к развитию вот этого места слэш социума, вот они все изъявили желания и пришли. Просто я вот смотрю, у меня много знакомых, которые поуехали в разные страны и, в принципе, знакомые активные. То есть они пытаются там как-то аккумулировать вокруг себя вот эту общину. Да, поуехавших таких же. Но, по-моему, это первое место, где проходит какой-то вот такой, как это, морально-нравственно-ценностный отбор. То есть мне лично это нравится. Но вообще, как вы пришли к этой идее? То есть на основе каких критериев вообще изначально, вот как вообще придумали, что вот мы будем, мы хотим собирать вот таких людей? Ну, понятно, что либертарианцев, потому что Монте-Либера. Так оно и есть. Движение Монте-Либера. Вроде бы как либертарианское движение. Но поскольку оно движение, а не партия, то никакого фильтража нету. Кто угодно может сказать, блин, мне нравится, я прочитал. Или даже не читал декларации движения. Просто слово красивое, в конце концов. Не читал, но одобряю. Да, не читал, но одобряю. И нету никаких инструментов, и никому нету субъекта, который будет говорить, а вот ты не настоящий Монте-Либера, а ты настоящий. Я открывал клуб, мне понравились люди, которых я увидел. Я такой, о, классно, я хочу вот с этими людьми вместе тусить и так далее. И в целом Монте-Либера как движение, и те институции, которые уже были отстроены, чаты и прочие фонды. Я сказал, что это первый клуб Монте-Либера в значении, что вот для всех членов Монте-Либера. В какой-то момент мы стали пересекаться с людьми, которые, ну, такой, поднимаешь бровь такой, ладно, я анкап, но я лоялен к минорхистам. Люди, которые думают, что государство, пускай, существует, просто оно должно быть маленьким. Я абсолютно понимаю эту позицию. Но встречались люди конкретно про-государственное. Типа, государство это норм. Налоги норм, грабить норм, видимо, убивать и насиловать тоже норм. Никто уже этих людей больше не видел, правильно? Вот начинается. Так вот. И я когда такой, доколе мы это будем терпеть, когда мы будем чистить наши ряды, мне сказали, что движение чистить ряды не может, потому что это движение. А вот каждая частная какая-то сущность, она вольно наводит в свои порядки. Я говорю, а, всё, я понял. Халявы не выходят. Просто скажешь, что дверь открыта для тех, кто знает, что такое жёлтая какаха, чёрно-жёлтая какаха. Значит, придётся взять это в свои руки. И вот дальше есть история довольно долгая, создание некого тестового текста, который объединил бы... Либертанец же больше всего любит погундеть на тему теоретических нюансов и обвинить друг друга в ересе. И надо было придумать такой текст, с которым хотя бы 80% людей согласится. Ну или как минимум он не вызовет у них там жёсткого подгорания пердока, да? Да, да, да. И он получился лаконичный. А ещё заодно, чтобы мы этим текстом вдруг никого не задели. Тоже государство, которое находится вокруг нас, и является... Тоже приходится, да. Наблюдается в реальности. Важное, да, такое частью всё равно. И в результате это совместное творчество. Это не только я придумал, его вычитывали, я прислушался разным комментариям. Создан тестовый текст, как мы его называем. Мы присылаем человеку ссылочку, он её читает, если у него нигде не пригорает. То есть самое скучное, когда говорят, ну да, конечно, я согласен. Если человек, в принципе, там, из ЛПР или ещё откуда-то, то достаточно этого, его слов. А в целом мы от либертарианцев можем ожидать там 100-500 уточнений, потому что, подождите, а вот это, вот казуистика, вот это. Да, и они в том месте поставлены. В том числе. В общем, есть этот текст, и кто его проходит, то тот более-менее, да, мы понимаем, что наш братишка. Мы во всём остальном, как прав Михаил Светов, мы очень разные. Периодически какая-нибудь трое человек, общающийся, говорит про четвёртого, охренеть, он странный. А потом такие, ну, правда, кто у нас здесь не странный? Просто есть странности, которые тебе комфортны, а есть странности, которые тебя конкретно цепляют. Но при этом, когда нас уже всё-таки больше ста человек, вот этот странный, он тоже находит себе близких стран. И потихонечку распадает на субкультуры. Ну да, кстати, даже посмотреть вот так вот на тех, кто приходит в клуб, то есть какие-то вот такие группки, знаешь, что если вот этот здесь, значит, вот этот тоже подъедет, скорее всего. Ну или им как минимум будет хорошо, когда они увидятся. Так, вот Михаил загрустил, сидит, молчит. Я хочу спросить. То есть я знаю, что ты уже второй раз уезжаешь. Да, так получилось. Невозможно уехать из Монтелибера. Так просто. Да. Главное, что в поезд вечером не сломался. Не пытайтесь покинуть бар. Не пытайтесь покинуть бар, да. Не пытайтесь покинуть клуб. Я знаю, что ты, когда уезжал первый раз, ты был очень в расстроенных чувствах, прям как бы раздираем противоречивыми эмоциями. Расскажи, почему? Что тебя так здесь вот привлекло? Я вот пользуясь случаем хотел бы сделать отсылочку. Если СОС еще не смотрел или забыл, может быть, рекомендую пересмотреть, есть такой замечательный фильм, называется «Студия 54». Про Стива Рубела и про легендарный клуб, который в Нью-Йорке был открыт. Это вот там конец эпохи диско. Это такой прям вот, ну, короче, посмотри, не буду спойлерить. Запишу. И у меня в жизни всегда, я как настоящий экстраверт такой сильный, мне всегда хотелось быть причастным к чему-то, ну, к какому-то виду праздника, который никогда не заканчивается. Ну, то есть, знаешь, вот самое щемящее, самое тоскливое ощущение, это когда на следующее утро, например, после дня рождения или там 1 января, когда гости полупьяные разбредаются с вечеринки, вот это вот всё, и вот это вот самое щемящее, такое неприятное чувство. Поэтому хочется, чтобы праздник всегда продолжался. И тут, очутившись в баре, я, во-первых, нашёл не просто, там, просто команду друзей, я нашёл место, куда можно прийти, и вот, ну, как бы всё, вот ты здесь свой, ты здесь среди своих, всё хорошо, всё здорово, всё великолепно. И это вот перманентное ощущение какого-то движа, перманентное ощущение какого-то, даже если все сидят и просто уткнувшись в телефон, на кухне, они всё равно, уткнувшись в телефон, все вместе. Ну да. Есть о чём помолчать вместе. Есть о чём помолчать вместе, да. Не всегда кто-то мимоходом пройдёт, что-то спросит, что-то расскажет, хочешь, не хочешь, всё равно слушаешь, и такой, ну ладно, давай поговорим. Да, ну то есть, в клубе работать не получается. Чувствуешь себя подключённым к какому-то такому вот перманентному источнику информации, как будто ты сам внутри радио, например. А вот смотри, да, у меня есть интересный вопрос по этому поводу. А не происходит ли подмены? То есть, да, вот, ну, есть у человека своя жизнь, да, там, не знаю, работа, семья, там, ещё что-то. Есть движ в клубе, да. Не происходит ли такого, что человек в какой-то момент подменяет вот как бы вот то, что как бы личное, вот этим вот общим? Нет, потому что у каждого человека есть возможность выбора. То есть, если ему дома скучно, нечего делать, он всегда знает, куда может прийти и где развлечься. Если у него дома какие-то дела или у него дома семья, и ему семью в данный момент вот прям вот сегодня комфортно, он не появляется в клубе. Хорошо. Я напомнила часть генезиса клуба, что я себе представлял. Я тогда сидел за столом, пообщался с прекрасными, интересными людьми в Пулене, и мне кажется, что за седним столом не только вкуснее еду принесли, но и люди какие-то другие. Я тоже с ними хочу пообщаться, но это целая история. Вот сейчас мне надо вылезти, попросить, чтобы меня пропустили, там куда-то втиснуться, места нет. Мне больше нравится режим вот этого, как не фуршета, а вот званого вечера. Когда все перемещаются спокойно. Шведский стол. Или какие-то вот постоянно меняющиеся группы людей. И это тоже требует пространства, чтобы одна группа там села, другая группа там, третья там, и при этом оставалось пространство для новеньких. Ты пообщался с одними людьми, как бы насытился этим, пошел в сторону. У нас, интересно, у нас еще разные климатические зоны, у нас есть недострой, в котором нет крыши. И ты там такой освежился, ушел подальше от звука там музыки, которая была там, например, в основном зале. Пообщался там о политике, почему-то, по-моему, чаще в недострой о политике втирают. Да, в недострой там прям намоленное какое-то место. Потом пошел на кухню, не знаю, в какой-нибудь бытухе пообщался. Имена, атмосфера, вот это все меняется и чередуется. Ну, а теперь я понимаю, как выглядит клуб с вашей, вот, СОС, имея точки зрения. То есть, как бы, вот, я так понимаю, что вы тут практически живете, и вот перед вами вот это так все проходит. Наверное, это очень забавно. Но если вернуться к предыдущей теме, в то же время, когда мы утомляемся, то у нас есть опция уйти домой и побыть в тишине. Или поехать куда-то с семьей. Но клуб при этом есть. И знать, что вот он там за плечами есть клуб, это очень приятное чувство. Ну, вот я за себя скажу, когда вы на моей памяти уезжали, первый раз, это было очень грустно. То есть, как-то вот, второй раз мы уже поняли. То есть, вот эта толпа, не толпа даже, вот это сообщество как-то самоорганизовалось второй раз. И мы как-то так промеж себя обсуждаем, такие, так, ну, нету СОЗа, нету МИИ, ну, как бы, нету, как бы, основоположника клуба, нету баристы, но мы же есть. И вот второй раз было проще. То есть, мы как-то после первого, вот это пережив, вот этот провал какой-то, который образовался после вашего отъезда, мы как-то поняли все разом, я не знаю, как это произошло, что надо делать, чтобы вот как бы жизнь продолжался. Жизнь не заканчивается. Что клуб — это мы в том числе, какое-то осознание пришло, это было очень забавно. То есть, вот, месо-пати было, там, какие-то дни рождения, и как-то вот все... В этот последний раз, когда мы завидовали оставшимся, мы уехали, и начались, значит, лекции, одна встреча, другая, тусовки. Ну, такой, нет, мы просто сидели, реально такие, блин, надо зажечь, пусть они возвращаются. Было бы жалево уезжать еще раз, вот пусть они всегда с нами сидят. Именно такой план и был у нас. Ну, на самом деле, я вам, не знаю, это секрет или секрет Полишинели, но вы когда уехали, ну, то есть, я видел... Все обрадовались. На моей памяти было, когда вы осенью куда-то уезжали, по-моему, в Болгарию, а потом вы поехали вот в Европу. И оба раза я наблюдал, что как только вы уезжаете, количество людей, входящих в клуб в течение дня, оно резко снижается. Ну, то есть, идут все-таки к СОЗу СМИ в том числе. И поэтому, когда первый раз это произошло, я так почесал репу, понял, ну, что-то как-то не то. Второй раз, когда вы уехали, я говорю, слушайте, ну, надо что-то зажечь. И мы просто, ну, клуб сам организовался и начал развлекать себя сам. Ну, а, как бы, если уж вам было завидно, ну, сорян. Ребеночек-то рос, ребеночек-то рос, до годика-то дорастал. Сначала, значит, ему мама с папой нужны, чтобы там игрушечки, это, по-брекушечке. А потом он сам уже пополз, пополз, пополз. В аналогии хорошая. Мне понравилось, как мимоходом Миша вычеркнул Болгарию из Европы. Вы заметили, да? Сперва мы поехали в Болгарию, а потом в Европу. Болгарец, Европа. Сперва он поговорил с женщиной, а потом с человеком. Да, да, да. Нет, на самом деле, мы это много с СОЗом обсуждали, что, к сожалению, людям очень тяжело что-то делать самим, да? То есть им нужен человек, организатор, который их соберет, ходит, порадует, клоунов закажет, накормит, повеселит. Вот казалось бы, при том, что это либертарианцы, которые, в принципе, Но либертарианцы не означают, что они не люди, правда? Это всё те же самые люди, которым тоже иногда некогда, иногда лень, иногда тяжко что-то делать, что-то организовывать, потому что это сложный процесс на самом деле. Энергию организации они потратили на работе, потратили в семье и так далее. Да, это реально сложно. И мы обсуждали, что мы, к своему даже сожалению, как бы ни хотелось, мы не можем всё время быть теми самыми организаторами, которые вот создают движ. Ну, то есть... Ну, естественно. Мы здесь находимся, я там работаю в баре, состусит, там пообщался, здесь пообщался, он приходит вечером, у него язык вот такой, как уиз, знаешь, я говорю, что, устал, на балл, он такой, что-то да, что-то я прям сегодня... А он тебе на языке жестов отвечает, потому что язык уже не работает. Мы уже выучили, да, вот этот язык глухонемых, и на пальцах уже общаемся, ну, потому что всё. А если я ещё много работала, то мы просто молчим, потому что у меня болят и пальцы, и язык, а у него болят и язык, всё. Мы такие, ладно, что делать? Я ничего не делаю, лежим в потолок смотрим. Тяжела она жизнь создателей такого места. Не, ну, созу нравится общение, он кайфует от этого, это то, чего ему не хватало в Болгарии. Да. Я социофоб, мне без людей вполне комфортно, я могу целый день что-то делать сама, а вот без кофе мне грустно. А кофе так вот случилось, что к нему идут люди, ну, то есть это одно... Идут люди к линиям. Я подозреваю, Мии было бы удобно, если из бара такая была, окошечко маленькое, то, что заказ на экране появляется, оно в это окошко заказ сунуло и опустило. На самом деле, в нормальных больших заведениях так и устроено, есть бариста, который готовит кофе-напитки, а есть администратор... Это, подожди, это в школах, в столовке там такое окно, туда так поднос с кофями выдвинул. Да, как так вышло, что из людей, которые в детстве пили вот это, да, и фоточки с этими стеклянными гранёными стаканами, там жижа намешана, мы выросли в людей, которые любят лавандовый раф, то есть как это вот так получилось. Это мы опять про кофе, и мы были на самом деле рады, мы завидовали, когда уехали, и в то же время, как классно, что клуб живёт, что нет вот этой просадки, что там спасибо Миши, спасибо Оле, спасибо Валерию Тросину, который постоянно, вот спасибо Биркину, люди, которые много вкладывают времени и сил, даже просто приходя сюда. Я кину 5 копеек скромности в это, потому что сложно отделить, кто-то, возможно, приходит в клуб конкретно, там на СОЗа, там на МИЮ, но мне кажется, ещё очень важный фактор знать, что в клубе кто-то есть, и когда мы в целом живём в Черногории находимся, то мы почти всегда есть в клубе, сюда можно прийти спонтанно, понимать, что это не будет пустое помещение со спящей хозяюшкой, и перекати поле такое из комнаты в комнату, что тут хоть что-то будет, какой-то минимум, и вот это вот наработать, это как в чаты тоже, раскрутить чаты, чтобы диалоги шли, потому что когда заходишь в чаты, там тишина, то ты уходишь, или просто потом реже про него вспоминаешь. Чем чаще у людей опыт, что они пришли в клуб, им было нормально, тем чаще им приходит в голову, ну, например, как Минюдня раскручивалась, сперва это было, Минюдня, Минюдня, а потом у людей уже модель стандартная, я могу прийти в клуб, пообщаться, я точно не останусь голодным, я там перекушу ещё, там поем, выпью. Ну да, это я первые разы переживала, а как же я оставлю ребёнка в клубе, а что он тут будет есть, мне кто-то так с хохотом, ты что, шутишь, что ли? Ребёнок в клубе не найдёт, что поесть? Ест только так. Ну да, особенно куриные крылышки. Поэтому я вернусь, когда мы живём в Черногории, это ожидается, что тут кто-то есть, когда мы уезжаем, то создаётся ощущение, что клуб пустой, и вот эту модель надо вот тоже допрограммировать, доделать, что даже когда нас нет, в клубе движ, и вот последняя поездка у нас больше месяца не было, и мы постоянно видим, что в клубе что-то происходит. Мы приходим в клуб, а там Нурия с Костей что-то там по хозяйству, туда-сюда, шуршат, действительно, поварята такие, как эти домовые эльфы у нас появились, там что-то Марина делает или Инна, и уже кто-то может сидеть в каворкинге, там потом Миша подходит, вот дав ребёнка на передержку, и то есть как-то, ну, тут происходит, это классно, не обижайся. Нет, 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 всё хорошо, я просто хотел продолжить эту тему, как к вопросу об самоорганизовании коллективов в клубе, и в какой-то момент, просто возвращаясь к тому, в общем, на какую тему мы сегодня здесь собрались, в какой-то момент СО сказал, есть идея отметить день рождения клуба, но организовывать я ничего не хочу. Он на всё так говорит. Вот, что не помешало нам вот быстренько собраться и самоорганизоваться, и, мне кажется, великолепный получился день рождения. То есть в этот день-то и не было. Мы уезжали на визаран, мы с утра встали кое-как, в 10 выехали, вернулись только вот прям к 19. Да, это было очень коварно, я вам скажу. Слушай, это случайно, но потому что у нас уже срок поджимает, либо вчера ехать, либо завтра, а мы бы после... Я просто опишу для людей, которых не было на праздновании клуба, да, вы представьте, господа, стоит огромный стол, сколько он там примерно метра три на... Сколько там, на сантиметров... Ну, метра три на метр. Он весь уставлен закусками, просто вот обалденными, бесподобно вкусными даже на вид. Они, значит, каждые такие конопешки, ну, то есть для фуршета. Тарелочки накрыты пленочками, и, значит, вокруг стоит полсотни реально голодных людей. И тут я поняла, почему они так весело кричали. Они не нас ждали, они ждали момента, когда они наконец-то... А, могу поместь! Конечно! То есть, когда вы, значит, заглянули в клуб, да, поздоровались и побежали домой приводить себя в порядок, да... Ну, я так и не дала поесть. Нет, мы стояли, мы еще честно ждали там несколько минут, потом, значит, в 19.04, я точно это запомнила, дети лопнули шарик с громким звуком «бах!» И после этого люди не выдержали. Я не халю с команды волжрем! Ну, собственно, да, уж команда отдана, чушь тут дальше. Ну, самое веселое, что я с этого стола так ничего и не съела. Так ты бы тоже перебивалась? У меня выстроилась очередь перед баром, я зашла... Нет, она уже тут была. Нет, да, я зашла, я говорю, может, я останусь? Он говорит, пошли. Я поняла, стоя под душем, почему он так сделал, так что все было хорошо после восьмичасовой дороги. Нам больше досталось. Ну, спасибо, что же я могу тебе сказать? Все было очень вкусно. Я думаю, только Биркин остался счастлив, когда пришел с работы. И нашел очень много салата. Очень много салата, да. Привет, Биркин, извини. Здорово. Без обид. Ну, это правда было очень смешно. Там есть фотка, где стоят люди и смотрят на блюда, на которых лежит только салат. На которых были выставлены все эти вкусные, да. Ошиблись. Просто, к сожалению, да, не все отметились, и, соответственно, Нурия не смогла правильно подобрать количество, но, как напомню... По вопросам можно было предположить, 30 человек тоже много, но такие, ну ладно, ну 30 человек, но не 60. Тут Миша подобрался и сделал нам очень много мяса. На самом деле получилось. Сориентировались. В итоге опять получилось мясо пати, но, по-моему, никто не остался в этом. Куропати. Слушай, я так понимаю, ты там до полуночи жарил, да? Вот это не отходя от... Да. Слушай, ну нет, на самом деле с крыльями изначально планировал, что это будет такой онговый процесс, когда вот я выдаю, выдаю, люди подходят, берут, 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 но я просто понял, что у фритюрницы, в которой я делаю куриные крылья, есть ограничение по времени. Она может сделать условные 12 кусочков крылышков за 10 минут. А людей много. А людей много, люди голодные. Люди стоят вот так на Мишу, смотрят. Да-да-да. То есть я выкладываю одну порцию, я не успеваю загрузить следующую, которая 10 минут жарится. Как её уже тоже едят. А предыдущую уже всё сожрали. Поэтому мы с Нурией договорились. Быстренько спасибо Энди, который выступил транспортным средством и помощью для Нурии. Метнулись, закупили мясо, замариновали быстренько в духовку, закинули. В результате, пока Биркин развлекал всех квизом, к тому моменту, как после квиза все вышли всё ещё голодные, уже было много мяса и все наелись. Вы чувствуете, да, какая тонкость организации, как всё просчитано, да, как быстренько все перехватывают инициативу. Надо пожарить мясо, организуем квиз. Пока идёт квиз, жарится мясо. Всё, едим мясо, пьём, общаемся. Ребята, приезжайте в Черногорию. Сама организация такая, сетевая. Присоединяйтесь к Монте-Либеро, приходите в клуб, у нас реально весело. Это не единственный случай, это не первый раз, когда люди самоорганизуются таким хитрым образом, но этот случай образцово-показательный, потому что реально заявленное отличалось от реального в два раза в пользу реального. У нас не только весело, у нас ещё и вкусно. Весело и вкусно, Макдональдс. Так. Простите, вкусно и точка. Можно про квиз пару слов дополнительно сказать? Вот, кстати, я на нём, к сожалению, не осталось. Да, я просто была вынуждена по факту наличия маленького ребёнка раньше отъехать. Что же там было? Он, как и всё самоорганизованное в рамках дня рождения клуба, родился спонтанно. Просто в какой-то момент Биркин... Вопросы были посвящены клубу, вопросы были посвящены резидентам клуба, какой-то историческим мемам, каким-то шуточкам. Свершением, направлением разным. Вопросы были абсолютно разные, и в квизе мог поучаствовать человек, который весь год был в клубе, и человек, который пришёл сюда неделю-две недели назад, если он внимательный, любопытный, интересующийся или там задавал какие-то вопросы. Да, просто наблюдал. Вопросы очень разные были, и очень смешные, и очень интересные, и познавательные. И дурацкие. И дурацкие, да. Ну, чего стоит вопрос, сколько никшечка выпили резиденты клуба за год. Что-то там тысяча с лишним, я помню, да? Да, чуть больше тысячи литров. Только никшечка, других пива не считали. Так, подождите, значит, тысяча литров делим условно на сто участников, да? Ну, там их когда-то было меньше, когда-то было больше. В среднем мы не алкоголики. Вот. Каждый выжрал примерно по 8 литров никшечка за год. Ну, кстати, это немного. Немного совсем. Я же говорю, что еще. Да, давай так, учитывая, что не я, не ты, не ты, не ты. Начинается, еще детей посчитаем. Да, 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 еще посчитаем детей, конечно. И все-таки поворачивает голову так шум. За детей, я не уверена. Ну, шум это вообще человек, который работает, по-моему, на жидком топливе, на никшечковом топливе. На жидком хлебе. Да. Я так только в студенчестве умела. Поразительно, что он сохранил эту способность до своих лет. Да, если шум такой седобородый выходит. Он отлично выглядит для своих лет. Возможно, не вопреки, а благодаря. Благодаря, да, между прочим. Витамин В улучшает состояние кожи, волос, ногтей. Ребята, пейте никшечко. Конец рекламной паузы. А еще заодно психического самочувствия. Биркин, если ты слушаешь этот подкаст, на следующий день рождения клуба заготовь вопрос, сколько на самом деле лет шуму. Потому что фраза «он хорошо выглядит для своих лет», вот сейчас как бы... Пусть это останется загадкой. Такая интрига повисла в воздухе. В каждом шуме должна быть загадка. Да. Особенно в белом. Вот, такая, собственно, о чем мы. Про самоорганизацию поговорили, про идею поговорили. Какие планы? Вот годовасику тугосели, вот, значит, ему исполнилось. Там обычный человек, говорят, там, расти большой, не будь лапшой, И тот же к ним подходит, говорит, когда вырастешь, кем хочешь стать? Да. Вот только начал говорить, вот я один из первых вопросов, да? Я хочу стать счастливым. Ты не понял вопроса, нет, вы не поняли ответа. Сложно. Мы тут недавно собирались, типа, актив, вот такая была встречка, и накидать броня, что-то штормить, что в клубе поменять, что подстроить, с основным упором, чтобы все-таки стала финансово независимой корпорацией. Ну, мы накидали идей. И у меня уже, да, недели две висит задача посмотреть записи и сконвертировать из них конкретные... Реп-точка на крыше. Что точка на крыше? Реп-точка репетиционная. Господи, я думал, там, где респаун происходит. Не знаю, мне кажется, йога на крыше значительно повысит, одно другому вообще не мешает. То есть имеется в виду без стен? Без стен? Нет, конечно, просто на крыше. А особенно в июле? Нет, я как-то бегала в парке. Или под дождем? Нет, я бегала в парке, и там девушки занимались йогой. Да. Подсосными, под ёлками. Это было очень кроподсосными. Лежит мешок с иголками, что это йог? Нет, она не лежала, она красиво стояла, наклонившись вперёд в позе собачки. Ну, то есть, понимаешь, что бедные спортсмены там просто вот так толпами бегали туда-сюда, туда-сюда, и голова у них как бы, ну, с трудом поворачивалась прямо. Заодно разбинали шею. Да-да. Главное, менять направление бега, чтобы это не перекосило в одну сторону. Не, клуб всё-таки приватный, нам ничего не хочется выставлять наружу, даже очень красивые попы. Ну, в конце концов, там можно поставить шатёр. Я предложила самый простой вариант. Оставим попы для внутреннего потребления. Ладно. Не надо потреблять. Так я к чему хотел сказать. Клуб начался с того, что было тесно, и год сейчас спустя, когда у нас проходит какое-то более-менее крупное мероприятие, нам опять тесно. По-прежнему тесно. То есть, напрашивается какое-то расширение. То есть, есть ещё небольшой лимит до развиваться того, чтобы было больше людей без мероприятий. Но за счёт прибавления резидентов мы упираемся. То есть, часть людей с дня рождения ушло, потому что, так сказали, слишком много людей, мне тяжело. Это совершенно нормально. Я поблагодарил за то, что вы там пришли, ребята, там Лика, например. Я говорю, классно, что вы пришли, совершенно не обязательно быть вот всё-всё время. У нас как в Новый год. В каждый момент был человек 40, а суммарно сильно больше. Потому что кто-то пришёл, кто-то ушёл. Вот так раз-раз. Ну, кстати, у меня, например, ребёнок, по-моему, он переутомился конкретно, хотя она так просто бегает и вроде ничего особо не делает, не общается. Общий шум. Да, оно очень давит. Это два общего фона. Гул, тысячи разговоров кругом, некуда почти, никуда спрятаться. Даже я вот сюда делал пролёт, залетаю в подкаст-студии, здесь четверо сидят. Точнее, две пары. И целуются? И разговаривают независимо. Нет, просто вот тут два человека разговаривают, тут два человека разговаривают. Я делала кофе, на меня смотрели человек 10, наверное. Я помню, это очередь, это выглядело, как очередь в кабинет к участковому врачу, терапевту. То есть человек 10 сидит, так на студии. И ждёшь, когда меня такая, вас много, я одна. Да, 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 и обязательно пройдёт мимо кто-нибудь, кто, я только спросить. Вот, мне чисто только поболтать, я не буду заказывать кофе. Да, и мне такая, да, сейчас у меня ещё 6 заказов, подождите, пожалуйста, минут 100. Нет, я предлагаю на следующий год в планы внести эту доску заказов, соответственно, там это, номерочки писать. Но я так говорила, свободная касса, номер 359, ваш заказ, забирайте. Остаётся только понять, что именно ты номер 359. У тебя должна быть мятая бумажка в руке. Благо не итальянский, конечно, и это хорошо. И не турецкий. Не турецкий, да. Насколько планируется вообще увеличить, есть ли какой-то предел, скажем так, количеству резидентов? Нужно пространство. То есть прямо сейчас тут, и как я сказал, можно ещё увеличиваться, потому что нам не хватает людей в скучные будни. В повседневности. Да, в повседневности. Ну то есть это как рыбки в пруду, они типа не плодятся, пока пруд маленький, но стоит их переселить там в какое-то большое озеро. Возможно. Тут же было предложение от владельца здания, что давайте я вам дострою второй этаж, вообще сделаю всё очень красиво, стройки займёт там чуть больше двух месяцев, арендная плата будет в четыре раза больше, но зато всё очень красиво и прямо реально, то есть они планировали над недостроем крышу сделать и второй этаж, то есть площади более чем в два раза прибавилось. Но ещё из-за этого должен был вложить сразу кучу денег. Но он взамен просил, во-первых, сделать предоплату на год вперёд, потому что он брал свои накопления, взял бы вот эту мою сумму и вот со всё вместе построили, плюс он знал, что год я никуда не денусь, уже хорошо. Если бы к этому моменту клуб уверенно был бы в профиците, то в плюсах, то я бы на это подписался. Типа, ну окей, сейчас увеличим площадь, опять уйдём в минуса, но быстренько догоним. К сожалению, мы не были уверены в плюсе, поэтому я слился и решил, что если приспичит, мы попозже можем это запустить. Да, но нельзя строить в сезон. Тем временем мы акционировались и появилось такое новое явление, как, собственно, мажоритарии, и миноритарии и прочие. И в чате акционеров, где обсуждают сугубо финансовые аспекты клуба, пришли к соглашению, что согласию, такой вот консенсус, не вкладываться в капитальное, не строиться, а быть более лёгкими. После чего я более охотно трачу деньги. Например, у нас проблема с сыростью. Мы не стали утеплять помещение. Мы стали сушить. Мы стали сушить. Я купил, да, сушуары. Это более мобильное. Это можно перепродать. Это можно использовать в других местах. Это можно сдавать в аренду, в конце концов. Не делать крышу над недостроем, а маркизы поставили. Всё. От дождика или от жары оно нас прикрывает, и достаточно. Даже лёгких, дешёвых конструкций не надо, потому что, съезжая, нам придётся это оставить. А маркизы мы тихонечко отвинтим. Ну, как предыдущие, забрали крышу, так мы маркизы заберем. Мы уедем с маркизой. Крыша у нас не уедет, это хорошие новости. Крыша у нас не уедет. Только маркизы. А дальше будет видно, либо место на самом деле прикольное в итоге наше. То, что мы уже обсуждали, что оно на отшибе, это и минус. Сюда тяжеловато добраться из центра города, но и плюс. Реально стоишь на ушах, куча места парковки, просто куча при желании. У нас все резиденты могут приезжать на машинах, найдётся место где-то встать. Даже под большие какие-то тусовки. Сейчас, правда, проходят выборы, и машины даже по дорогам ездят очень медленно, но им очень много. Да, бывает нашествие. Сейчас ещё не только выборы, но ещё и замена асфальта в баре. Я так думаю, что это могли к выборам такую штуку подкинуть. Ой, Сюха. Типа, народ, мы о вас помним, мы вам делаем дороги. перестеливаем без того ровный асфальт. Да, да, да. Так вот, и либо мы будем всё-таки строиться, то есть реально нам станет тесненько, мы понимаем, что у нас есть запрос, клуб уже вышел в плюс, мы такие, ну давайте расстроимся, место проверено и так далее. Не на свои деньги. Он строит, хозяин строит. Мы просто переходим на другую аренду, которую чувствуем, что можем оплатить. Либо будем искать другую площадку, либо мы знаем, что есть направление утянуть нас в сити. Вот, хотела как раз спросить, нет ли планов переехать в сити к чёрту на рога? Планов конкретных нет, и, как я же сказал, есть такое настроение, есть несколько людей, которые в целом планируют сити жить, там, Биркин, например, или Навернюки, и их живо интересует, а будет ли что-то клубное рядом, потому что в баре у тебя есть выбор. Хочешь белый кролик, сходи, хочешь сюда, хочешь ещё куда-то. А когда ты там в дупе сидишь, по-болгарски попа, то наличие какое-то своего пространства, оно прям критичным становится. Я не вижу на притяжении, даже вот очень оптимистично, скажем, двух лет, того, чтобы клуб в таком же формате мог просто существовать в сити. Поэтому я вижу там что-то вроде лёгкого филиальчика. Некой комнаты, примерно размером, где мы сейчас сидим, где просто стоит столик, пару холодильников, автоматическая кофемашина, чайничек, и люди точно так же, как у нас, берут из холодильника пиво, фотографируют его в клуба бот, сидят, пьют. Ключи просто есть у всех резидентов. Всё, камера. И рядом автобусная остановка такая до основного клуба. А вот это более реалистичный сценарий, что организуем шаттл, который из сити будет, во-первых, на побережье в сезончик возить, в добрый воду вниз, а во-вторых, в бар ездить, в том числе, вот заезжая в ПКМ. Вот это более реалистичный сценарий. Маршрут МТЛ-Сити, ПКМ, пляж. Да. Занимайте места. И в обратной последовательности. Согласно купленным билетам. Это если мы останемся тут. И остаётся вариант, благодаря нашей относительной мобильности, о которой я до этого говорил, мы, ну, мало ли там, лендлорд сойдёт с ума, скажет, всё, валите отсюда. Или просто заломит такую цену, что прямо мяу-мяу. Ну, или кто-то придёт строить большой дом и, соответственно, даст больше денег. Ну, и всё. Да, например, да, кто-то придёт к лендлорду, и он не хочет продавать ни эту точку, ни землю. Но это же, что значит, не хочет продавать? Возможно, ему не предложили ещё ту цену, которую он бы согласился. Вдруг придут. Учитывая, что бар сейчас строится. Да. На этот случай мы вполне себе открытые идеи переехать. Вопрос, куда? И более того, если... Может быть, и в Шушень найди похожее место, где с парковкой не будет проблем. Ну да. Потому что в Шушене можно снять офигенный дом целиком, но парковки будет примерно ноль. И тогда, если сейчас клуб дискриминирует те, кто ходит пешком, то там он начнёт дискриминировать те, кто ездит на машине. Ну, правда, у нас таких не очень много, поэтому... Нет, в Шушене есть новые дома с такими приличными парковками, ну, там, ну, автомобилей пять можно поставить. Это очень прилично для Шушени. Более чем. Ну, как бы всё равно, конечно, несерьезно. И из них две наши, например. Будет машина стоять, и как бы и всё. Ну да. Нет, нет, подожди. Весь дом будет наш просто. Есть идея тоже. Мы просто сделаем заезд на крышу. И в какой-то прекрасный момент то есть чей-то там, не знаю, чей-то автомобиль, собственно, проваливается тебе в середине просмотра фильма. Ну, это как тот самый слон в Вавилоне. Так, задействуем машину. Да, да, да. Зовите погонщиков, чтобы вынести... Ну, просто купим свой подъёмник, подъёмный кран. Просто машину поднимать на крышу и снимать с неё, и всё. Ужас. Ну, да, и как идея неплоха. У нас много идей роется в сообществе. Я их многие слушаю и мотаю все на ус. Одна из идей, то есть говорят, ну, хватит арендовывать. Ну, камон, ребята, большое дело масштабное на годы. Надо своё. Покупайте землю и стройте своё. Или там землю из хоть какой-то домика, и чтобы рядом можно было начинать строить сразу на вырос большой домик. Это классно. Мне нравится эта фраза. Гринни, да, идея, ничто, инициатива. Надо возле стрельбища кусочек купить. Дорогой, сука. Ну, ты знаешь. Вам есть. Хороший, да. То есть давайте купим. Ну, если бы у нас среди стреляющих миллионеров было побольше, то... Да, к сожалению. Нет, подожди. Этот вопрос решается. То есть стреляющие конвертируются в миллионеров, но мы знаем, каким способом. Это не путь либертарианства, во-первых. Во-вторых, нужно не забывать про то, что туда без машины не добраться, а у нас резиденты всё-таки пока ещё в основной массе всё-таки... Космический. Космический вертолёт личный, между прочим. Не, ну блин, даже шаттл, даже представим, что он есть, это 20 минут влево-вправо. Нет, далеко. Ещё сложно. Ждать его надо. У нас там может быть какая-то стронка, но нет. Хотелось бы ездить. Да. Нет. Ну, может быть, точка для Самантуев? Ладно, давайте так, у нас уже разговор очень долго, и я вот хочу спросить Михаила. То есть Михаил сейчас опять отчаливает в очередной раз с надеждой вернуться. Михаил, каким бы ты хотел увидеть ПКМ, когда ты вернёшься летом? О! Вот так вот раз и передаёшь. Слушай, я бы сказал, что я его хочу увидеть а таким же. Ну, то есть, понимаешь, мы же всегда... Когда мы всегда вот от чего-то уходим, мы всегда пытаемся сохранить в памяти вот то чувство или там то состояние, которое мы заметили последним. И мне очень хочется, чтобы вот там я вернусь летом, а здесь всё так же. Ну, то есть, те же люди, то же место, так же вкусно, так же душевно. И вот, ну, то есть, если бы у меня спросили, что бы поменялось бы, я бы сказал, ничего не надо менять, оставьте, пожалуйста, сохраните вот эту ту теплоту, куда так хочется возвращаться. Ну, господи, как здорово. Надо стараться. Да, что стараться, это мы и так молодцы. Типа не испортите, у него чисто подход, хоть и кулинарный блогер, а говорит, как программист. Работает, не трогайте. Вот типа того, да. Действительно, не влезай, убьёшься. Хорошая тулза. Мне нравится, как виртуозная Оля пытается ставить бокал, чтобы не бахать по этому. Ну, ведь получается же. А коврики для вот вон. Кстати, я бы сейчас идея разделась. Мышиные коврики надо купить сюда. Мышиные, да. Четыре штуки. Вот чисто вот для того, чтобы как амортизаторы. Да, поставочки были, да. Эти хорошие мысли. Вообще, надо просто не пить во время подкации. У меня останутся обрезки от изготовления этих поджопников туристических. Я могу нарезать таких крупненьких. Капитальные такие, они так толстенькие. Нет, они там тоненькие есть. Всякие есть, короче. Можно и толстенькие. На толстенькие неудобно, он может завалиться там влево-вправо, а вот на тоненькие самотон. Как называются эти подставки под пиво? Кто-нибудь помнит? Подставки под пиво. Подставки под пиво. Нет, у них есть прям целое слово. Я понял. Вопрос о том, что мы говорили про слова, как про пиво. Вопрос по-русски, да. И студии слушателям, ребята, гуглим, как называются круглые подставки под пиво. И у меня просто нет телефона, я бы уже загуглил. Звоните сразу на эфир. Пишите в комментарии ответ. Первого ответа, что ждет банка ниточка. Два шедом седом. Да, первый ответивший молодец. Да. Может прийти в клуб, получить банку ниточка. Реально крипово, если кто-то дозвонится. Или не может. Если не пройдет три вопроса. Товарищ майор позвонит. На выключенный номер, да. На выключенный телефон. А вас, Штирлиц, мы не знали. Я бы даже сказал, на вымышленный номер, на выключенный телефон. И ведь дозвонится собака. Дозвонится. Что самое обидное. Ну что? Поэтому сохранить, вот у меня мысль, сохранить то, что есть, для безопасности клуба выйти в финансовый плюс, уверенный с запасицем. Это то, что прям вот нуждается в починке, иначе оно долговременно неживучее. Да, к сожалению. И нам нужно иметь настолько плюс, чтобы он мог уже аккумулировать какой-то ресурс для следующих изменений, аккуратных, не в надрыв. Например, не знаю, добавить еще пару дверей и кондиционеров. Ну, типа, когда Мия уезжает, чтобы был кто-то, кто ее заменял, и не сильно... Вот, а этому кому-то тоже зарплатку надо платить существенно. И не сильно был в минусе, или не просто работал за спасибо. Да, чтобы никто не чувствовал себя тут донатером. Ну, опять же, тоже и не перевести резидентов в состояние такой, блин, там дорого нафиг, вот хорошо, но дорого. То есть вот не хочется возникновения этого чувства. Ну, сейчас хочется спросить, а где сейчас дешево? Ну, понимаешь, да, то есть не у всех хорошо с финансами. Да, то есть как-то вот этот баланс сейчас, он присутствует. То есть понимаешь, что дорого, но зато вот точно на корме ты точно не отравишься, и как бы вот... Я вижу здесь решение с помощью введения абонентки опциональной, которая, а, будет выгодно тем, кто очень много берет в клубе, то есть опускать цены, цены будут ниже для тех, у кого есть абонентка, и также хорошая опция для тех, кто мало берет в клубе, просто так поддерживать клуб, там, условно говоря, 30 евро в месяц. Если у кого-то с деньгами хорошо, а сам он бывает тут нечасто, но поддержать хочет, то он может брать этот абонемент и тем самым поддерживать. Ну, или история с подвешенным кофе, да, вот это вот, которое там несколько лет назад всколыхнуло. Да, ну, как бы можно подвесить кофе, можно подвесить... Качапури. Да, беляш от Нурии, например. Это, типа, чпак. Ты заходишь, на верёвочках висят эти вот пирожочки. Хотела сказать. Да, без участия рук ты должен только ртом их поймать. Главное не пускать наших собак в клуб, иначе я знаю, кто будет первым. Как вы могли заметить, клуб – это всегда ещё и про инициативность и креативность. Да. Стараемся. С подвешенным кофе, то есть и подобная логистика И подвешенным языком так вообще чудесно. То есть, когда кто-то вот, чисто технически сложно представить, как подвесить кофе. Нет, кто-то... Господи, в клубоботе. В отдельную графу. Да, кто-то пишет, я хочу такому-то, такому-то оставить, такой-то, такой-то кофе. Можно не такому-то, такому-то. Это легко. Ну, или просто я оставляю кофе кому-то, кто очень хочет, но не может заплатить. Бывает такое. И надо где-то хранить эту информацию и учитывать её. Ну, она... Нет, у тебя... Покупается большая доска, на которой пишут. Вот начинается. Это классика жанра. Листик прикрепляет, как кофей не делаете. Кто-то сожрал, стёрли. Можно тоже. Можно доску, можно листики. Приходишь утром, а там что-то много надписей появилось разных. Да, да, да. Хорошо, выбираешь. То есть, хочу, значит, это, 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 это. Да, это кофе, меню сегодня богатое, приступим. Да, а чё нет-то? Не, ну как вариант, ну... Кто-то оставил подвешенный суп от Нури, но он прошлонедельный. Простите. Или как наш холодец. Я даже не буду спрашивать, что случилось. Мы заказали холодца. Жадность случилась. А он, оказывается, не хранится больше, там, трёх-четырёх дней. Я-то по памяти помню, что он стоял неделю, мы его нормально после Нового года ели, но, возможно, это был какой-то другой холодец. А потом скинули килограмм пять. Нет, всё было хорошо. Ну, так помнится. Тебя не без родственников знаешь, а, видимо, как-то это связано. Видишь, всё к лучшему. Скинули килограмм по пятьдесят сразу. Так, ладно, господа. Давайте, да. Я думаю, что мы уже совсем углубились в какие-то дебри. В общем, цели ясны, задачи определены за работу товарищей. Все, кто был с нами. Ну, я тронулся, господа персяжные заседатели. Да, так точно. Товарищ контр-размирал. Миша, скажешь какую-нибудь банальность? Да, с днём рождения, клуб. Ура! Ура! Всё, с вами были Сос, Мия, Михаил и Ольга. Всем чао-чао. Пока-пока. Приезжайте в Черногорию, приходите в Монтелиберо, заходите в наш маленький секретный домик. У нас весело. Пока. Пока-пока. Пока. У тебя че-то, че ты за рукой тянешься? Всё, пока-пока. Я хочу поставить... Я и так вижу, прекрасно. Это ты видишь. Драка.